Одним из символов театра на Таганке был Владимир Высоцкий, и когда я пришел к вам, вот гитара, вы мне показали в соседней комнате столик, за которым он гримировался. Какие у вас были отношения? Не простые? Нет, простые. Просто он запевал иногда, загуливался, и было трудно. Театр же требует, вечером играть надо. Через 15 минут начнется спектакль. А у него? А у него он куда-то исчез. То ли он в горы уехал с компанией какой-то странной, то ли на подводной лодке его уволокли куда-то. Что за ссора у вас произошла с ним на репетициях Гамлета? А где? На репетиции Гамлета. Да нет, это все выдумано. Просто был мой бестактный разговор с ним, бестактный. Он вышел, и поначалу он должен был полуспеть, полупродекламировать. Гол затих, я вышел на подмостки. Прислоняя, я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. Он вышел, то ли, не знаю, он был не очень в форме на репетиции, и сказал, гол затих. Я вышел на подмостки. Я вышел. Но я не сдержал, сказал, вышел, уходи. И он ушел в запой. Ну, вот это и было. Может, что-нибудь он кричал, я не знаю. Но я сказал, уходи. А потом он был совершенно не готов для роли. Работа была длительная и тяжелая. Потом все обвалилось, чуть не убил людей. Это даже лучше не вспоминать. Может быть, он мог ругаться, когда его насильно в больницу. Он там мог отбиваться. Не надо, я здоров. Потому что папа отказался. Сказал, я с этим антисоветчиком дела не имею. Мама тоже не сильно жаловала. Мама. Ну, мама, ну что. Он-то как раз, ну, он воспитывался, в общем, у мачехи. Жене отца. Отец комиссар. А мама почему его не жаловала? Да она не то, что жаловала, не жаловала. Но он-то воспитывался у мачехи. Отец его забрал. Мне говорили, что вся история отношений Высоцкого и театра на Таганке – это постоянная тяжба любимого с артистами за Высоцкой. Да, даже покойный Боровский в пять утра я болел. Вот я чувствую себя надеждой, чтобы если бы я не болел, я бы еще спас его года на два. Как я считаю, что то, что мы насильно его лечили, все-таки это ему прибавило года два-три. Но он жил в разнос, я это на каком-то концерте сказал, это запись, есть до сих пор в спектакле. Ему же будет 25 января, 70 лет со дня рождения Владимиру. И нет, у меня с ним были хорошие отношения. Вам жалко было его, когда он умер? Ну что вы, я больной был. В пять утра Боровский пришел, долго звонил, даже жена, Катя, испугалась. Потому что в пять утра звонки у нас тревожные. Ну как? А положение было мое в этот момент весьма плохое. И он сказал, ну вот и кончилась ваша тяжба с артистами за Высоцкой. Артисты не любили его? Ну они все время же, почему ему можно, а нам нельзя. Они не понимали, что он талантливее? Нет, а это им наплевать. Они же в коммунизме. Сукины дети? Это мягко.